Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл Вала Щук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжается театральный наш сезон, несмотря на коронавирус. Приехали в театр, в мастерскую Фоменко. Мы здесь были один-единственный раз на пьесе Триптих по мотивам произведений Пушкина. Режиссура самого Петра Фоменко потрясающий спектакль. Я, честно говоря, восхищен этим режиссером. К сожалению, он давно умер. Но такого объемного видения мира и видения самого спектакля, и глубина сцены, и высота, все задействовано было. И театральный зал, все. Сегодня приехали на спектакль под названием «Одна абсолютно счастливая деревня». Я уверен, что это великолепный спектакль, потому что он собрал в свое время все золотые маски театральные. И говорят, что это лучший спектакль. После спектакля все расскажу. Я не знаю, о чем он. Поэтому предварительно ничего сказать не смогу. После спектакля. Сегодня я опять буду говорить о театре и о литературе. Ведь что такое театр? Это литература воплоти. Воплоти актеров. Воплощающих, в свою очередь, вместе с режиссером, драматургическую задумку писателя. Начну с конца. С писателя. Затем перейду к режиссеру. А после расскажу про спектакль. Ну а уж потом представлю актеров. Когда-то в Советском Союзе жил и творил один, на мой взгляд, прекрасный советский человек. Писатель, переводчик, драматург и сценарист. Борис Борисович Вахтин. Я говорю, что это советский человек не только потому, что он родился в Советском Союзе в 1930 году. И не только потому, что он вырос и всю жизнь прожил в этой прекрасной стране. И в ней же умер от инфаркта в 1981 году. Нет, не только поэтому. А говорю потому, что его судьба это классическая судьба советского интеллигента. С одной стороны, отец – враг народа, расстрелянный в 1938 году. С другой – мать – трехкратная лауреат сталинских премий, писательница Вера Панова. С одной стороны, он сознательный советский человек, успешный филолог, кандидат наук и член Союза писателей. А с другой – внутренний диссидент, умеющий читать и, самое главное, писать между строк, близкий товарищ Довлатова и Бродского, издавался в эмигрантской прессе. То есть, если не углубляться в его творчество и судьбу, то он вроде бы типичный литературный карьерист. Но когда начинаешь углубляться, то понимаешь, что перед тобой очень образованный, глубокий и глубоко порядочный советский человек. Вот такая вот советская диалектика, которая закладывалась в его сознание с самого раннего детства. А без ощупывания такой диалектики руками и без бесконечного осмысления этой диалектики мозгами невозможно писать глубокие вещи, невозможно. Можно, конечно, узнать про диалектику из умных философских книжек. Да только про реальную жизнь с ее успехами и неудачами, с ее любовью и ненавистью, с ее трагизмом и комизмом, с ее счастьем и несчастьем ты из таких книжек мало что узнаешь. А Борис Вахтин знал диалектику и из книжек, закончив Ленинградский государственный университет, аспирантуру и учась у академиков Алексеева и Конрада. И еще лучше он знал эту диалектику из своей собственной, очень кратко мною описанной жизни. Поэтому он и писал диалектично. С одной стороны просто, а с другой стороны очень глубоко. И вот об одной такой написанной им повести «Одна абсолютно счастливая деревня», по которой был поставлен одноименный спектакль в театре «Мастерская Петра Фоменко» и который мне удалось посмотреть в авторник, я и буду говорить. Вернее, я буду говорить о спектакле, поставленном по этой повести, то есть опять диалектика. Но никак без нее, если она одним диалектиком написана, а другим диалектиком поставлена. Теперь перехожу к режиссеру. Петр Наумович Фоменко. Это такой же, как и Вахтин, типичный советский человек, родившийся в Советском Союзе в 1932 году, но правда умерший уже в России в 2012 году. То есть тоже диалектик. С одной стороны, долгое время поживший в условиях советской цензуры, запретов на свои спектакли и полуголодного существования, но с другой стороны, хлебнувший уже и российской свободы, и заслуженного признания, награжденный и различными премиями, и званиями, и наградами. При жизни Фоменко я, к сожалению, с его творчеством знаком не был. И только совсем недавно, около года назад, я впервые посмотрел один спектакль в его постановке. Это был спектакль-триптих по мотивам произведений Пушкина. Честно говоря, я был потрясен. Причем не только мастерством актеров, которые прекрасно играли, но в первую очередь профессиональным мастерством режиссера. Это было за гранью ремесла. А если точнее, это было ремесло, вышедшее за свои границы, в область искусства. Я подробно описал свои впечатления об этом спектакле в своих мыслях вслух в прошлом ноябре, с которыми можно ознакомиться и на сайте группы Волощука СД, и на ютуб-канале нашем, и в инстаграм. Что меня потрясло в том спектакле? Всесторонность охвата произведения, показ жизни во всей ее ширине, высоте и глубине, с присущим этой жизни шуму, музыке, свету, цвету, вплоть до запахов, с задействованием в спектакле всего пространства, всего объема, включая и сцену, и зрительный зал, с передачей точного темпа этой жизни, с рассчитанными до секунды мизан сценами, монологами и репликами, и с очень оригинальными, нестандартными решениями передачи смысла. В спектакле «Одна абсолютно счастливая деревня», которую я посмотрел во вторник, все мастерство режиссера Петра Фоменко точно так же было задействовано в полном объеме. Теперь перехожу непосредственно к спектаклю. Сюжет пересказывать не буду, только вкратце скажу, что это рассказ о доболином всем знакомом эпизоде советской жизни, включающем предвоенное время, войну и послевоенное зализывание ран на примере любви главных героев, деревенского парня и девушки, связавших свою судьбу перед самой войной и больше друг друга, так и не увидевших. А вот про саму постановку расскажу немного поподробнее. Действо проходило в малом зале театра, где сцена располагается посреди зрительного зала. Зрители в первых рядах по сути дела становятся участниками такого спектакля. В постановке были задействованы и непосредственно сцена, и зрительный зал, и лестницы, и стены, и портьеры, и режиссерская будка, и подпотолочное пространство с подвешенным стулом, на котором восседал вводящий публику в условия игры сельский учитель, и подвешенная еще выше, над самой сценой, сетка, имитирующая царствие небесное, куда попадает главный герой спектакля. В общем, задействовано было все, но в то же время на сцене было минимум реквизита. Одни обструганные доски, помосты, лавки, корыта, ведра, да ящики. Тем не менее, режиссеру удалось передать и деревенский быт, и по стирушке, и купание в реке, и прополку грядок, и выгул коров и коз, и ремонт сельхозтехники, то есть передать по-своему счастливую предвоенную деревенскую жизнь. И тут же, с тем же реквизитом, передать суровую фронтовую обстановку, с боевыми действиями, окопами, немцами и замполитами. В этом режиссеру помогали и различные колоритные костюмы актеров, точно передающие дух того времени, и вода в каждой емкости на сцене, и свет, льющийся и с потолка, и со стен, и из зрительного зала, и запах дыма реальных папирос, которые курили герои. И особенно, как рок-музыкант, я отметил бы звук, который передавался при помощи простейших средств. То коровьих колокольчиков, то пустых ведер с гремящими железяками, то листов железа, имитирующих раскаты грома и взрывы снарядов, то гармошки в руках селянки, то раздающегося за сценой звука патефона, то поющих на сцене актеров, или тех же актеров, имитирующих стук колес поезда, отстукивая их по любой поверхности. Но что меня больше всего удивило и опять-таки вызвало огромное уважение к режиссеру, так это то, что он взял составить спектакль на эти деревенско-военные темы аж в 1980 году. Это когда о деревенской жизни уже все, что только можно было рассказать, уже было рассказано такими талантливыми писателями-деревенщиками, как Сергей Залыгин, Валентин Распутин или Василий Шукшин. Это когда о войне уже сказано было все, что только можно сказать, причем очень талантливо сказано и очень талантливыми писателями-фронтовиками, такими, как Константин Симонов, Юрий Бондарев или Василий Гроссман. И это когда на военную тему сделана масса прекрасных и театральных, и кинопостановок, таких потрясающе талантливых, как «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Иваново детство» Андрея Тарковского или «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Чтобы взяться ставить спектакль на эту тысячу раз отработанную и уже давно не модную тему в 1980 году, надо было обладать большой и художественной смелостью, и смелостью гражданской, так как это требует идти наперекор мейнстриму, наперекор потребностям массовой культуры. Это требует идти на риск коммерческой невостребованности постановки и насмешек продвинутой публики. Петр Фоменко в очередной раз проявил и гражданскую, и художественную смелость. И в очередной раз вышел победителем. Спектакль стал лауреатом международной премии имени Станиславского в 2000 году как лучший спектакль сезона и лауреатом премии «Золотая маска» в 2001 году как лучший спектакль малой формы. Спектакль с большим успехом идет до сих пор. Еще раз аплодирую этому режиссеру и за его талант, и за его смелость. И еще раз выражаю сожаление, что не смотрел эти постановки про его жизни. Мудрый и опытный зритель в театр ходит на актеров. Не на режиссеров, не на регалии театра, а именно на актеров. Это практически беспроигрышный вариант. Хороший актер даже не совсем удачный сценарий и даже не лучшую режиссуру будет вытягивать своей игрой. Спектакли Петра Фоменко это не актерские, а режиссерские работы. Здесь абсолютно все подчинено задумке режиссера без самодеятельности. Но тем не менее, он всегда задействовал в своих постановках прекрасных талантливых актеров. Без них воплощать его задумки в жизнь было бы проблематично. Так как такие постановки требуют не просто ходить по сцене с умным лицом и играть самого себя, а в полном объеме задействовать и свое профессиональное мастерство перевоплощения и актерский талант. Поэтому перечислю актеров, задействованных в главных ролях. В первую очередь отмечу игру главного героя Михеева в исполнении Евгения Цыганова. Раньше я видел его только в кино. Он всегда создает запоминающиеся образы. И здесь отличная актерская работа. Владеет профессией всесторонне. И играет, и поет, и пляшет, и по канатам лазает. И самое главное, хорошо вживается в образ и приковывает к себе внимание публики. Зад выпячивается, давит на ноги, ноги выпрямляются, бедра напрягаются, а воду в бедрах на грамоте ность тоже главы. Главная героиня Полина. Ее играет Полина Огуреева. Не знаю почему, но в начале спектакля я как-то усомнился в достоверности создания образа деревенской девчонки. Но это быстро прошло. К середине спектакля уже было понятно, почему ее несколько раз номинировали на различные премии именно за эту роль. Хорошая работа. Зачем я с тобой так познакомилась слушать тебя вчера? Люблю тебя как любила. Че эти вещи хурикан надо еще дать? Некоторые актеры в ходе спектакля играли несколько ролей, при этом абсолютно не похожих друг на друга. В этом им, конечно же, помогали сценические костюмы, но в первую очередь их актерское мастерство. Это Карен Бадалов, игравший в спектакле пять ролей и огородного пугала с юмором комментировавшего происходящее на сцене. И ведь побрутся провел. А нам это будет неприятно. И деда главной героини. И колодца с журавлем, и санитара, и замполита. Прекрасный актер и отлично играл. Второй это Тагир Рахимов. Ранее мне актер неизвестный, но мне понравились созданные им образы. И сельского начальника Постоногова. Это может не помочь. Тут у нас один спасался от чахотки. Бегал в поле, где коров пасли. Прям из вымени их муакой сосал. И мастера узбека в мастерской, и особенно полковника. Все три образа были сыграны очень достоверно и убедительно. в качестве ремарки скажу. Фамилия героя Постоногов почему-то вызвала у меня размышления об особых отношениях автора пьесы Бориса Вахтина с режиссером Георгием Товстоноговым. И тут и другой жили и работали в Ленинграде в одно время. И наверняка пересекались. А тут такая сложно сочиненная фамилия. Начало от слова постановка, а концовка от фамилии Товстоногов. Не знаю ничего об их отношениях, но уж очень сильное ассоциативное звучание. Третий актер, который мне понравился. Так как я сам люблю, извините за молодежный жаргон, прикалываться, ерничать и клоунничать, то мне очень понравился опять-таки неизвестный мне ранний актер Томас Моцкус, который играл и тракториста, и одного из главных героев Куропаткина. Великолепные образы, очень достоверные, с характерным деревенским говорком и очень смешные. Больше всего в спектакле мне запомнилась и понравилась сцена, когда, лежа с главным героем Михеевым во фронтовом окопе и куря папиросу, Куропаткин вспоминает о трех женщинах в его жизни. Очень талантливо написан монолог, талантливо поставлено и очень талантливо, убедительно и с большим юмором сыграно. Ну, четыре раза три лежали. А зимой было дело холодно, но и негде. Ну, мы к подружке ходили, ну, а к подружке то самой жить надо было. А у меня еще бабка, сврепая, и из дома редко уходила, только вот на неделю в больницу слегла бабка-то. Аплодирую Томасу Москусу и теперь буду следить за его карьерой. Великолепный актер. Мне также понравилась игра Ильи Любимова, создавшего отличный образ пленного немца. И смешно, и серьезно, и трогательно. Уешать не хочу. Если с работами Бадалова и Цыганова я уже был знаком, то эти три актера стали для меня приятным открытием. Томас Моцкус, Тагир Рахимов и Илья Любимов. Но я хочу поаплодировать всем актерам, задействованным в спектакле, которые играли и второстепенные роли, и даже корову, и козу. Оригинально и с юмором. И которые прекрасно пели. То есть пели интервально, аккордами, как профессионалы. А это я уже отмечаю как начинающий рок-музыкант. Также должен отметить слаженную работу всего технического персонала. И хочу похвалить хороший, просторный и чистый буфет. Вкусно, вежливо и быстро. Вы же знаете, театр начинается с вешалки, затем проходит через буфет и только потом перетекает в зрительный зал и на сцену. Ну и само собой, я аплодирую режиссеру Петру Фоменко. Жаль, что он не услышит моих аплодисментов. Хотя кто его знает, что нас всех там ждет. Это может быть не ультрамодный спектакль и не какой-то современный мюзикл, но тому, кто по-настоящему любит театр, рекомендую посмотреть. И под конец, как уже принято в наших мыслях вслух, я зачитаю вам одно свое небольшое стихотворение, которое я назвал «Не позабыть бы о счастливой жизни». Назван спектакль «Одна счастливая деревня, но счастье было так возможно в голове стучит. Такая диалектика только в России злободневна или везде распространен такой кульбит. У всех народов то беда, то горе, у всех народов из огня да в полымя, у всех так тесно при большом просторе, и бедному у всех жениться ночь мала. Второй спектакль смотрю я у Фоменко, и второй раз я удивляюсь мастерству, на этой малой да по сути и не сцене нам рассказать и про любовь, и про село, и про войну. И так нам рассказать, что запах речки, запах солярки, самогонки, папирос прочувствовали все и услыхали песни, что под гармошку, канонаду, стук колес. Под стук колес тех, что судьбу нашу увозят или привозят, как понять, не разберешь. И не ответит нам никто, да и не спросит. Живи как хочешь, нынче солнце, завтра дождь. Такая пьеса об обычной сельской жизни, слегка забытой нашей жизни, господа. Не позабыть бы про страдание отчизны, а то напомнит быстро обо всем судьба. на сегодня все. До свидания, друзья. Волощук СД пишет вам СССР в жизни рок-н-ролл Волощук СД СССР Волощук СД СД ССР СОЛЬНО Волощук СД